Всем привет! Бывают моменты, когда дома нет родителей, а оставаться голодными нет сил. Для этого случая мы предлагаем рецепты, приготовление по которым не потребует от вас кулинарного таланта, а результат призойдет даже самые смелые ожидания. Итак, пойдемте творить историю! Ребята, а где можно найти клевые вещи с уникальными принтами? Конечно же, на сайте Всемайки.ру. Здесь огромный выбор одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Футболки, свитшоты, толстовки, рюкзаки, пледы с яркими принтами. Также вы можете на свой вкус отредактировать уже готовый макет. Но если же вы хотите создать свой уникальный дизайн, но у вас изображение низкого качества, просто нажмите кнопку «Улучшить картинку», и она за секунду станет высокого качества. С одеждой Всемайки.ру вы можете выделяться из толпы и проявить свою индивидуальность. Переходите по ссылке в описании и, вводя промокод, получите скидку в 10%. Проснувшись рано утром, вы заметили на столе коробочку от пиццы и, в надежде полакомиться, потянулись к ней. Но, открыв коробку, вы обнаружили, что она пуста. Не расстраивайтесь, у нас есть холодильник и очень умелые руки. Для приготовления домашней пиццы нам понадобится мука, сметана не слишком жирная, майонез, а также два куриных яйца. С помощью них мы приготовим основу для пиццы. А для начинки у нас есть колбаса, твердый сыр, одна помидоринка и кетчуп. Первым делом возьмемся за основу. Для этого разобьем в миску два яйца, добавим 4 столовые ложки майонеза и столько же сметаны. Не забудем про один стакан муки. Всю эту смесь обработаем миксером до тех пор, пока у нас не образуется жидкая масса. Основа для пиццы готова. А теперь приготовим начинку. Начнем с помидорки, которую нарежем кубиками. То же самое сделаем и с колбасой. Наверняка вы знакомы с этой теркой. Она поможет нам с натиранием сыра. Как окончим с сыром, телепортируемся на кухню и поставим сковородку на очень медленный огонь. Нальем немного растительного масла и после того, как оно нагреется, выложим на него наше тесто. Растянем его по всему периметру, как показано на видео. И с помощью кисточки раскрасим нашу пиццу в томатный цвет. Равномерно насыпем колбасу, помидор и тертый сыр. Плотно закрыв сковородку крышкой, оставим ее томиться на 5-7 минут. После истечения этого времени достанем наше блюдо. Хотим сказать, что пицца получилась вкусной, аппетитной и очень сытной. Мы попробовали и сразу принялись готовить вторую порцию. Вы посмотрели на улицу в окно, но в радиусе 100 метров мамы не видно. И скорее всего она придет не скоро. Ну и ладно, давайте приготовим еще что-нибудь. Основными составляющими следующего блюда у нас будет мука и один стакан кефира. Первым делом возьмем небольшую миску и нальем в нее кефир. Добавим пол чайной ложки соды и хорошенько перемешаем. Как видите, у нас образовалась небольшая пенка. Теперь добавим 3 столовые ложки сахара и щепотку соли. Опять же, хорошенько перемешав, добавим муки примерно 250 граммов. Добьемся того, чтобы у нас получилось вот такое вот тесто. Если оно получилось слишком жидким, то вы можете регулировать консистенцию, добавляя муку и кефир. В разогретую сковородку нальем растительное масло, а с помощью столовой ложки выложим тесто. Жарить нужно на медленном огне порядка 2-3 минут с каждой стороны до образования румяной корочки. В итоге у нас получились очень вкусные оладушки, которые можно заправить медом, что придаст им утонченный вкус. Вдобавок можете заварить себе крепкий чай и приступать к трапезе. К предыдущим двум блюдам мы хотим предложить вам приготовить очень интересный напиток из дыни. Первым делом отрежем плодоножку. Это важно. Затем разрежем дыню пополам. Это очень важно. И очистим от семечек. Это важнее всего. Приложив немного усилий, нам удалось нарезать дыню на средние дольки. Также нам понадобится апельсиновый сок и лимон. Теперь возьмем блендер и, открыв крышечку, поместим в него дыню и нальем апельсиновый сок. Если вы любите напитки с кислинкой, то выжмите в него немного лимонного сока. Нажав на пусковую кнопку, покрутите смесь до тех пор, пока у вас не образуется однородная масса. Осталось налить напиток в стакан, воткнуть трубочку и уверяем вас, что где-то здесь начинается рай. На сегодня у нас все. Увидимся в следующем ролике. Субтитры подогнал «Симон»